Виталий нашел очень хорошую форму. Обычно всегда, когда открытие, выходят какие-то люди, говорят какие-то слова, иногда кто-то выходит, пляшет, поет. Тут все сжато, хорошо представлены все фильмы, по кадрам, ты понимаешь, направленность фильма. Я уже посмотрел какие-то кадры, думаю, вот это кино надо посмотреть, вот это обязательно надо посмотреть. Это очень хорошо, молодец, хорошо придумал. Как правило, жизнь подсказывает иногда фильмы, которые ты жаждешь увидеть, не производят такого большого впечатления, как вдруг какой-то фильм, который ты и слыхал, про него не слыхал, посмотрел, а он произвел у тебя гораздо больше впечатлений. Арт-дог-фест это уже сложившийся фестиваль, я бы не стал его называть в чистом виде документальным, это документальный фестиваль, но это фестиваль актуального в основном кино. То есть я бы добавил фестиваль документального актуального кино или актуального документального кино. Мне это ближе, именно тематика этого фестиваля. Здесь затрагиваются многие вопросы, вернее, фильмы берутся такие, в которых затрагиваются вопросы. И такие фильмы на другие фестивали редко попадают, а уж в такой концентрации, как здесь, их ни на одном фестивале не увидишь. Это социально, это проблемно. Иногда бывают фильмы и в чистом виде документальные. Но в основном то, что нас сейчас волнует в данный момент, то мы сейчас можем это увидеть. То, что мы не увидим в телевизоре, а здесь мы точно увидим. Я не хочу сказать, что, в общем-то, мне очень жалко, что это кино не имеет длинного срока жизни, потому что, как правило, актуальное кино волнует сегодня, сейчас, пока существуют эти проблемы. Когда эти проблемы уходят, кино перестает, вот это кино, которое мы, допустим, видим, а оно уже может перестать быть интересным. У меня был недавний случай, я искал, мне нужна была Москва 2002 года, и я помню фильм, который, не буду называть названием, чтобы не компрометировать никого, я помню, что там была Москва, и он был нашумевший очень фильм, он получал кучу призов, он был как раз актуальным на тот момент, он был интересен. Вот. А сейчас я его поставил, те герои фильма, которые там были, да, те события, они ушли в историю, молодежь даже про них уже и не помнит, там, 2000, а как кино, ну, это практически не кино, это просто какой-то длинный-длинный часовой репортаж, больше, чем час, и все. То есть, это как набор кадров, ну, скажем так, летописного материала. Документальное кино вообще по большей своей части, потому что шедевров таких, шедевров мирового уровня документального кино, их не так много, на самом деле, их гораздо меньше, наверное, чем даже в игровом. Вот. Но и так как я много работал в свое время с Хроникой, я понимаю, что любой кадр, снятый документально, даже плохого кино, он ценен сам по себе. Как документ. Как документ. Как документ времени, истории, ну, и так далее.